Добрый день, меня зовут Дмитрий Карапенко, я записываю видео об английском языке и очень люблю записывать видео об идиомах. И сегодняшний идиом для рассмотрения звучит To Raise Eyebrows. В принципе, я думаю, додуматься несложно, друзья, что оно означает, если раньше вы с ними сталкивались. Поднимать брови. Сразу вспоминается и книжка, и фильм фантастический еще, как бы из старых времен Советского Союза, ВИ, где там был этот ВИ, который кричал, поднимите мне веки, а тут поднимите брови. Что означает поднимать брови? Скорее всего, это означает делать что-то, что вызывает у окружающих некое удивление, может быть возмущение, непонимание и так далее. У них брови поднимаются, да ух ты, елки. Итак, мы переходим к переводу этой идиомы на русский язык. To Raise Eyebrows означает делать что-то, что вызывает непонимание, иногда может быть шок и неодопрение. Очень просто. Окей, in English, this idiom, to raise eyebrows, means to do something that causes non-understanding or disapproval or surprise among others. So, to surprise people, to shock people with your behavior, clothes, anything. Итак, я думаю, друзья, что значение этой идиомы, to raise eyebrows, понятно, она очень проста. Давайте рассмотрим пару примерчиков. All right, example number one. Her scanty clothes always raise eyebrows in the office. Ее недостаточная одежда, то есть такая скудненькая одежда на тельце, скорее всего красивая, да, вызывает постоянно, поднимает брови, то есть вызывает непонимание и осуждение и шок в офисе, где она работает. Example number two. At this restaurant, I only have to raise an eyebrow and the waiter is already hovering in my direction. В этом ресторане мне только стоит сделать такое удивленно недовольное нагружение лица и официант уже летит в моем направлении. Example number three. The hobbies of teenagers nowadays very often raise eyebrows among their parents. Хобби сегодняшних тинейджеров частенько вызывают удивление и непонимание их родителей. Okay, my friends, to raise eyebrows. Поднимать брови – это вызывать неодобрение, порицание и удивление. Классная простая одеонка, употребляйте ее и украшайте ваш английский. С вами был Дмитрий Карапенко. До встречи в следующих видео. С вами был Дмитрий Карапенко.